Чрезвычайное происшествие в Боровическом районе. Крупнейший пожар сегодня произошел в деревне Перелучи. Пострадали более 20 домов. Среди них как для постоянного проживания, так и дачные. На месте работали сотрудники МЧС, Министерства природных ресурсов и лесного хозяйства. Помогали местные жители. Всего в Перелучах зарегистрировано около 300 человек. Данных о пострадавших нет. Но 8 человек, по предварительным данным, лишились жилья, пока они расселены у родственников. Как сообщил глава района Игорь Швагерев, им будут помогать. Возможно, будет объявлен сбор средств. Съемочная группа НТ работает в Перелучах. Вот что сообщила с места событий наш корреспондент Ирина Ускова. Конечно, деревня сейчас представляет собой очень печальное зрелище, как после апокалипсиса, так, во всяком случае, говорят местные жители, свидетели того пожара. По предварительным данным, сгорело 25 построек. Из них 6 жилых домов, 7 дачных домов и хозяйственные постройки. Что касается начала возгорания, то тоже, по словам местных жителей, это началось с заброшенного дома, в котором года 3-4 назад тоже был пожар. Но тогда все обошлось благополучно, пожар удалось затушить. Вот на этот раз огонь в этом доме стал причиной стихийного бедствия, так можно сказать. Из-за шквалистого ветра на провода нагнулись ветки, искры послужили причиной. Ну, а дальше огонь порывами ветра пронесся, в общем-то, полостой по деревне. К сожалению, сгорела и часовня святого праведного Иакова Боровического. Она была построена в конце 18 века, в советское время превращена в склад. В последние годы храм оставался в неудовлетворительном состоянии. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту пожара. Следователи оценят действия сотрудников ведомств, чьи полномочия входит контроль за пожарной безопасностью. Вечером в Перелуче ожидается прибытие губернатора. Андрей Никитин оперативно получает всю информацию. Мы будем следить за развитием событий.